добрый день дамы и господа а массу наконец-то освобожден от айсис если бы это было во времена обамы то средства массовой информации были бы полны этим сообщением но сейчас у нас не обама а трамп и поэтому все говорят о более важном событии о том что доналд трамп джуниор встречался с русской адвокатессой а когда сообщила что у русских есть сведения о финансовых махинациях хиллари клинтон но об этом мы поговорим позже а сейчас все-таки давайте мы поговорим о массу три года прошло с тех пор как айсис взял контроль в этом городе жители рассказывают страшные совершенно история об изнасилования убийствах издевательствах торговли детьми и там и тому подобное в понедельник оставалось несколько небольших очагов сопротивления райончиков где все еще сидели боевики а поняв что они обречены айсис начали значит пытаться взрывать себя подбежав как можно ближе к иракским солдатам либо группы выскакивали на улицу и пытались убить хотя бы значит кого-то перед смертью последняя крупная группа боевиков сообщила что она готова выйти наружу и сдаться американский советник присутствующий при этом тут же сообщил командиру подразделения айсис что всей группой они выйти оттуда не дадут а только маленькими группами без оружия и с руками поднятыми наверх значит как как выяснилось позже готовилась грандиозное массовое самоубийство и как можно более близко к иракцам то есть во всем массу ли выжили и сдались в плен около двухсот бойцов айсис а с помощью информации которую то есть уже имеется и которую еще будет получена от них а начнется наступление поход на рапку последний оплот и так называемая столица халифата а чит возможно что в первый год администрации трампа с айсис будет покончено сразу возникает вопрос почему этого не происходило при оба ответ ответ демократов ясен это все вот то что сейчас происходит подготовил обама трампу может просто повезло что он пришел на готовить воду судите сами дамы и господа в россии лавров высказал недовольство тем чтобы америка до сих пор не отдала россии значит недвижимость отобранную обамы в отместку за вмешательство россии в избирательную кампанию в соединенных штатах америки представители значит его ведомства лаврова сообщили что готовы выгнать из страны значит 30 дипломатов соединенных штатов америки и отобрать американскую недвижимость в отместку значит надеюсь они не угрожают нападению вторжения в какую-то страну они имеют ввиду что недвижимость американскую я отнимет в россии не знаю где она есть может они собираются посольство отнимать в москве вот значит сми америки наконец отстали от иванки которая уселась в папина кресло на g20 и понеслись обсуждать доналда джуниора дело в том что он согласился как мы уже говорили встретиться с российской адвокатесой наталий весельницкой а согласился он потому что знакомый продюсер сообщил ему что у него есть знакомая в свою очередь туристка из россии у которой якобы есть грязь на хиллари а дело это происходило уже после выборов и победы трампа грязь на хиллари всех живо заинтересовала значит и адвокатеса была принята не только значит джуниором но также и кушнером и полом манфордом который это время руководил избирательной компании и почему рассказывать им об усыновлении российских детей американцы а я быстро отправили домой потому что никто не понял чего собственно приходила зачем и почему он рассказывает какую-то придется до которых не интересует значит как сказал дональд джуниор на интервью на фоксе он сказал что это безусловно очень важная тема безусловно она волнует очень много людей но в тот момент то что них были совершенно другие вещи в голове вот значит бил как девушка быстро отправили домой и все об этом забыли пока вдруг откуда не возьмись не всплыла вот это вот сказать кошмарная история но смотрите на другое я собственно хотел говорить об этой грязи которую через месяц они все забудут я думаю то есть также забыли о предыдущих там 20 разных грязях которые они вытаскивали пытались значит прилепить на кого-то из сотрудников или членов семьи трампа или на самого трампа я хочу поговорить о другом значит о том что с моей точки зрения значительно более интересно а разницы между доналдом трампом джуниор и хиллари клинтон и ее семьей вот как я уже сказал это для меня самое интересное так обсуждать глупости я честно говоря уже устал когда хиллари клинтон попросили представить ее имейлы что она приказала уничтожить значит типа 35 тысяч а то что чем мы знаем может быть было и больше 35 тысяч имейлов но кроме того еще разбить молотками телефоны и компьютеры значит которых эти имейлы посылались еще два десятка и и и значит телефонов хотя она сначала утверждала что не было один потом два потом исполнило три я выяснилось что было там под сотню по моему так вот два десятка ее телефонов неразбитых отнесли по требованию фбр фбр вот но без сим карточек которые куда-то упс пропали вот я думаю что они пропали в кислоте которая неожиданно оказалась значит там где-то долго в ней находились а потом еще их спустили в канализацию и причем не в америках где-нибудь на родине крокодилов доналд трамп чуниор сам без того чтобы его попросили передал все имейлы этого периода на публичное обсуждение и там то в этих его имейлах значит и нашли что доналд сказал если грязь на хиллари конечно интересно приходите встречусь а мне было бы интересно получить грязь на человека который собирает грязь на вас на вашего папу и неустанно выдумывает гадости обо всей вашей семье значит дело в том что трамп джуниор повел себя как я бы сказал человек честный а хиллари как воровка и обманщица доналд джуниор никаких законов не нарушал он я бы даже сказал не делал ничего глупого и ошибочного а мы избирая трампа знали что его семья это его штаб его оплот его поддержка и она точно так же и трамп не были вот то что мы называем политиками мы выбрали людей которые как только их спрашивают тут же открывают имейлы а не тех кто разбивает молотками телефоны и прячет концы в воду я горд что я голосовал за честных людей а не за грязных подлых политиков но политик тире обманщик у меня в голове вот я честно говоря все еще жду объяснений хиллари о пропавших имейлах о разбитых компьютерах а вранье насчет бенгазия денежках которые получала она ее муженек бил за лекции за совет и за что-то еще что поднесло им довольно короткий период кажется в районе 200 миллионов долларов вот меньше конечно чем сделал элгор но вот весь мир обманывал с глобальным там чем-то то ли потеплением то ли не знаю похолоданием то ли что то еще а это парочка только америку вдевала вот и заработала меньше значит ладно придет их час и также лоретто линч и коми и многих других за которых мы еще не знаем но конечно узнаем вот правительство сша на другую тему идентифицировала 1400 иракцев живущих в сша и совершивших преступления во время нахождения в нашей стране и приготовилась их депортировать федеральный судья в детруйте остановил депортацию так как некоторые из них кого собирались депортировать могут быть там куда значит они пойдут обратно в ираке арестованы вот а еще раз мы говорим о людях совершивших преступления на территории сша судья остановивший депортацию возможно вообще не имеет права никакого юридического права относительно действий решений федеральных органов но это будет решаться в верхних значит уже инстанциях суда некоторые из депортируемых христиане и могут пострадать за свою веру но они совершали преступления на территории америки и по закону должны быть депортированы и рак кстати подтвердил согласие значит их принять дилемма верно значит с моей точки зрения надо понимать за что за какие преступления значит мы их депортируем которые совершили здесь я имею ввиду если серьезно это отправлять немедленно если не серьезно это может быть это надо разбираться значит в каждом случае вот один из моих любимых сенаторов а рэнд пол от кентаки заявил что сенат не собирается отменять обама кир как много раз республиканцы обещали а пытается протащить подсунуть избирателям огромную тоже социалистическую программу никак не отличающиеся по сути от обамовской основная идея это никого не обидеть не начать народные волнения чтобы их не дай бог то сказать не скинули с их мест не переизбрали этот новый закон будет как и обама кир забирать у работающих людей миллиарды долларов и передавать их форме субсидий значит кому-то другому республиканцы из партии а небольшого где большого государственного аппарата как говорил рональд рейген когда когда государство большое то человек становится маленьким вот они стали партии большого правительства субсидий налогов и перераспределение заработка совершенно непонятно как можно уговорить сенаторов таких как крус рэнд пол и майк ли голосовать за этот кошмар я надеюсь что этого не произойдет вот на сегодня и все хорошего вам для